Я честно вам говорю, что ни в одном штабе мы не услышали серьезных замечаний в адрес госструктур, акиматов, центральной избирательной комиссии или областной избирательной комиссии. Валерий Вишниченко состоит в штабе гражданской платформы «Аманат» в Кустанайской области. Затем, как проходит подготовка к выборам, он следит вместе с остальными участниками. С ними он посещает штабы кандидатов в президенты. Чтобы удостовериться, не нарушают ли их права, он готов слушать и спрашивать. Например, об установке рекламных плакатов на улицах города. Их количество и места установки у кандидатов различны. Эти вопросы мы специально задавали. У вас есть претензии к размещению белмордов своих кандидатов в президенты? Ни у кого мы не услышали замечаний. Честно вам говорю, ни у кого, абсолютно. Мы посетили все штабы. Работа участников платформы не так проста. Реагировать приходится даже на слухи. Как, например, о ручках с исчезающими чернилами. Успокойте, избирателей вызвалась руководитель областной платформы Аманат. Мы посетим каждый избирательный участок до того, до дня выборов. Для того, чтобы проверить готовность. И, конечно же, я не думаю, что кто-то возьмет на себя такую ответственность, сделать какие-то нарушения намеренно. Но все эти моменты мы обязательно проверим. Работа с населением – еще одно направление в работе платформы. Разъяснять избирательные права участники штаба уже начали среди студентов колледжей. На молодежь ориентировано многое, в том числе хэштеги в социальных сетях. Если граждан беспокоит этот иной вопрос, он может его озвучить, добавить хэштеги Аманата. И эти все пожелания мы будем доносить и доносим до штабов кандидатов в президенты республики Казахстан. Кустанайские участники Аманат призывают всех граждан прийти на избирательные участки 9 июня, чтобы отдать голос за своего кандидата. Хамзан Урпиизов, Наталья Басмурзина, РТН.